Виктор Степанович, на Ваших глазах разворачивалась чеченская трагедия, которая сегодня имеет, мы видим какое продолжение, и я думаю, что это еще не конец, к сожалению. Скажите, а что все-таки делать с Чечнёй? Может оставить её в покое, оградиться высоким забором Россия, Чечни и всё? Потому что, что делать? Надо довести дело до логического завершения, в любом случае. Чечня – это Россия. Это Россия. И чеченский народ – это тоже россияне. И вот сегодняшние события, которые произошли вот сейчас, что я могу сказать? Это вот как раз подтверждение того, что терроризм он не имеет. И там уже не только чеченцы. В этом не надо чеченцев всех мешать в кучу. Там уже всех много. И поддержка совершенно. Они питаются, базируются не на базе экономики Чечни. Деньги, оружие – это всё. Понятно, что это уже международное всё это. Вот в чём беда. Начиналось это не при мне, не до меня. И вот уже после меня, и сегодня, с сожалением, и с горечью. И всё, что произошло, это, конечно… Вы встречались с Дудаевым в своё время? Нет. Никогда? Нет. Он пытался встретиться. И вообще у меня было желание встретиться. Но вот тогда была ситуация, что Борис Николаевич, он рвался на встречу. И ко мне звонил, и к президенту звонил. Но тогда так получилось, что президент, он сам, он меня как-то огораживал, я должен сказать. Ну, во-первых, хозяйство, экономика в таком состоянии, в тяжёлом. И он как-то меня больше сам. Он сказал, ты занимайся хозяйством. Ну, не знаю, что я там, всё, что надо было, всё правительство решает. Но в политической части как-то он меня там не очень втягивал, потому что там работали силовики, там, МИД, там, всё это было вот… Вот. И Дудаев, когда был, вот приезжал, Дудаев привезли наши. Он же не сам приехал. Генерал, советский генерал, заслуженный, притом не такой уж был и плохой. Лётчик. Вот его привезли. Рудской, там, министр обороны, там, Кузбулатов. А когда вот это началось, он звонил. И как-то я приезжаю, мне говорят, вот Дудаев звонит. Ну, я позвонил президенту, я говорю, вот так, вот он говорит, он и мне звонит. Я говорю, давайте я с ним встречусь. Он говорит, ни в коем случае. Он враг. Ну, у него своя была информация, он там, всё это, знал, может быть, все детали там, всё. Хотя вот сегодня и сегодня, оглядываясь назад опять, я говорил, Борисович, давайте я встречусь. У вас президент, он должен быть всегда над всеми. У нас корона бы с головы не упала, да? Встретились бы, ни в коем случае. Ради каких-то других интересов, правильно? Российских. Если бы мы встретились, я говорю, давайте я встречусь, узнать, что он хочет. В общем, может быть, найти бы, пойти бы на какие-то, может быть, подвижки, на компромиссы. Сегодня же трудно сказать, что он хотел. И что-то он хотел, раз он рвался, вот встретиться и с премьером, или с председателем правительства, или с президентом. Ну, так получилось. А ведь это ещё раз. Это потом боль началась загоняться дальше. Формация одна, мы сделаем быстро, но мы не сделали, это невозможно сделать. Ну, это ещё раз. И вот вам финал. Если это финал? Конечно, если это, ну, надо надеяться, что это урок. И сегодня я вообще должен сказать, конечно, мы не можем сказать о потерянных жизнях, неповинных людей, не высказать соболезнования. Но то, что сделали спецорганы, это, конечно, высочайший класс. Я думаю, сейчас, вот оценивая, опять переживая, сам был как-то связан, не понаслышке всё это знаю. Будённовск прошли. Будённовск прошёл, хотя тогда было 95-й год, страна в одном была стоять, и сегодня уже 2002-й год. Вот могу сказать, что сегодня мы, наши люди должны быть почувствовали, мне кажется, уверенность в том, что есть государство, которое их защитит. Государство не может защитить своего, он защитит своего человека, народ. Вот об этом государстве надо ещё подумать. Вот сегодня россияне, я думаю, убедились, что государство их может защитить. Беспрецедентные случаи. Им, специалистам, спецорганам и органам, надо просто низко поклониться. Не всех уберегли, но сберегли всё, что могли. Могло, конечно, быть непредсказуемо. Ну, можно даже ещё раз. Что нужно, чтобы нажать или два проводка? Мгновение. И это мгновение не дали. Это просто величайший профессионализм. Это вот, ещё раз могу сказать, я преклоняюсь перед этими людьми. Поэтому, ну, так и должно быть. Такого, такое и должно быть государство. Сильное государство. Сильный, который может защитить своих граждан.